МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Добрый день, друзья! С вами программа «Развитие успеха». И мы два Николая Лукинский. Башкеев. Наши гости не из будущего, из настоящего. Это люди, для которых в жизни больше «да». И напрочь отсутствует «нет». Они повернули дорогу своей судьбы к успеху. И сегодня наш гость – генеральный директор агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Зырянов – генеральный директор агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Имеет два высших образования по специальностям экономика и управления предприятием и государственное управление и национальная безопасность. Работал на должности начальника отдела стратегического развития и административно-хозяйственного надзора центра «Вектор». Основатель социального проекта «Человек». Председатель комиссии по развитию экономики, предпринимательства и сельских территорий Общественной палаты Новосибирской области. Александр, ты возглавляешь такую довольно-таки мощную экономическую структуру агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Вы помогаете бизнесу, инвесторам, которые приходят из других регионов. Но вот интересно узнать, а с чего все началось, откуда вот эти вот задатки. Наверняка в детстве были нужные люди, которые как-то направляли тебя. Вот давай уйдем в детство. Расскажи, откуда вот этот вот дар, можно так сказать, помогать бизнесу. Да, ну я не скажу, что это дар, это просто работа. Если совсем уходить в детство, то я считаю, мне в детстве очень повезло, потому что в силу определенных обстоятельств в годик меня родители отправили на воспитание к деду. То есть из Сибири вот так я переехал в Крым добровольно. А дед у меня был человек очень такой своенравный, очень, скажем, таких с серьезным мужским стержнем. Он кадровый военный. Он начинал войну пограничникам на соседней заставе с Брестом. То есть это западный Буг, это самая, скажем так, территория, которая первая приняла удар. А в дальнейшем, после еще ранения, он был перешел и служил уже в СМЕРШин КВД. То есть он был достаточно жесткий человек в плане воспитания. Если в детстве, конечно, иногда я на что-то обижался, сердился, то потом, повзрослев, я понял, насколько мне повезло и очень ему благодарен. То есть залог успеха, залог развития – это воспитание? Да, я считаю, что это очень важно. То есть с детства я воспитывался и в таком очень жестком мужском ключе. Я вспоминаю там полтора годика, мне два – это баня, это зарядка на снегу, это основной девиз. У мужчины нет слова «не хочу» и слово «надо» и все в таком духе. Спорт, наверное. Спорт, конечно, да. Ну и вот мы после бани там холодно, не холодно, зарядка на свежем воздухе, зимой, летом без разницы. Ну а что тогда мечтал маленький мальчик Саша Зверянов? Каким он представлял себе жизнь, если был такой строгий и справедливый покровитель? Ну сейчас уже сложно вспомнить, о чем я мечтал. Единственное, что мне смешно, я сейчас вспоминаю, что моя любимая передача в детстве – это была «Международная панорама». Я ее очень ждал, чтобы посмотреть. И я совсем не любил мультики и сказки. Если смотреть в плане работы, так как я род в сельской местности в Крыму, я помню, что в детстве первая профессия, которую я мечтал, это была комбайнер. Мне казалось, что это такие молодцы люди, которые убирают хлеб. И еще раньше в советское время были замечательные праздники, урожай. Мы смотрели на этих комбайнеров, как они их хвалили за их заслуги и так далее. И хотелось быть таким же. Александр, расскажи, вот все-таки изначально с детства у тебя была тяга больше к гуманитарным направлениям, к гуманитарным наукам? Или это все-таки математические какие-то модели, я не знаю, цифры? Самое интересное, что в школе как раз математика, алгебра, физика, такие точные науки мне давались намного сложнее, чем гуманитарные. То есть у меня были исключительно пятерки по географиям, историям и таким предметам. И когда закончил в 1993 году в Крыму школу, это была уже Украина. Понятно, что я с Украиной себя никак не связывал. Я вернулся в Новосибирск и поступил на экономику. Но это был 1993-1994 год. Как бы кто помнит этот период? Ну это тот период, я его называю, когда у нас ученые, люди науки, например, вещи продавали на улице. То есть очень было сложно с работой. У меня мама была преподаватель в институте, папа инженер проектовой вентиляции, никто ничего не проектировал, естественно. И пришлось сначала перестись на залочное, а потом вообще институт бросить и идти работать. И я уже поступил в более сознательном возрасте, отучился 6 лет. И вот, наверное, то, что у меня уже была какая-то практика за спиной, там, бизнеса и каких-то дел. Мне намного интереснее было изучать экономику, вот тогда я полюбил, наверное, вот это то, чем я сейчас занимаюсь. А первое дело, с чем было связано? Ой, это было, знаете, это же 90-е годы, все занимались, чем можно лишь бы выжить. Первое, это было в основном продажа продуктов питания, мы возили оптом из Питера, из Москвы. Александр, то есть ты, получается, вступил в ряды бизнесменов осознанно, но вынужденно? Ну, конечно, я с удовольствием, как и по большому счету, должны были люди моего возраста. Поступил в институт, отучился 5 лет, но, к сожалению, время было такое, что реально нужно было думать, как выживать и на что кушать. Но сложное было время. Время было очень сложное, конечно. Мы понимаем, это и рэкет и прочее. Поэтому те, кто, считай, пережил это время, им сейчас намного проще с любыми трудностями справляться. То есть это, можно сказать, еще одна закалка, одна в детстве, другая, получается, в 90-е, которая позволила состояться и разбираться во всех экономических делах. Ты был одним из инициаторов создания так называемого некоммерческого партнерства «Человек». Это социальный проект. Да. Расскажи об идее создания этого проекта и как он сейчас развивается в настоящее время. Ну, идея создания этого проекта пришла ко мне совместно с Валерием Скорчевым Зарубиным, на тот момент главой центрального района. Одна из первых наших задач была именно как-то привлечь к активной жизни пожилое поколение. Потому что все-таки люди выходят на пенсию, рвутся социальные какие-то связи. И это, на самом деле, достаточно печальная история. Поэтому мы начали с зарядок для пожилых людей бесплатных. Начали с одного парка, потом подтянулись другие. Потом на зиму у нас попросили люди не прекращать это, мы начали арендовать спортзалы. И в итоге достаточно такое массовое городское событие превратилось. Ну, сейчас вы понимаете, в связи с ограничениями, связанными с коронавирусом, пока эти зарядки мы приостановили. И сколько человек? Наверняка есть какая-то статистика. Доходило у нас до 3000 человек. Мы порядка 40 спортзалов в городе арендовали. 3000 человек. Да, у нас были порядка 10 инструкторов. И, в общем-то, достаточно масштабное было мероприятие. Александр, смотри, вся твоя жизнь она прошла в таком активном ключе. Я знаю, что у тебя очень такой сложный, тяжелый график. Это постоянные перелеты, это командировки, это форумы, это поездки по различным предприятиям в Новосибирской области. Каким образом тебе удается сохранять бодрость, сохранять при минимальном количестве сна? То есть, насколько я знаю, 4-5 часов в сутки спишь в таком тяжелом графике. То есть, что тебе помогает сохранять силы? Ну, в первую очередь, наверное, то, что я всегда занимался любимым делом. Я никогда не работал где-то там из-за зарплаты или из-за чего-то еще. То есть, мне очень нравится моя работа. Это всегда помогает и сил придает. Потом, второе, у меня такая работа, я очень рад, я вижу конкретный результат. Я вижу предприятие, которое появляется в Новосибирске. Понимаю, что создаются рабочие места, оплатятся налоги. Это тоже здорово. У меня замечательный коллектив, который очень много нагрузки с меня снимает. И многие вопросы решает самостоятельно. Ну и ЗОЖ, опять же, конечно, спорт, баня. Поэтому среди недели 4-5 часов, выходные, стараюсь поспать побольше, чтобы набраться сил к следующей рабочей неделе. Кроме бани, кроме спорта, какие-то еще хобби, увлечения, что-то есть? Ну, очень люблю читать. Последнее, что я не прочитал, что до конца читаю, это такая в тренде книжка на Нанахарире, это Гомо Сапиенс. Ну а так, честно говоря, все равно каждый день в основном получается читать что-то по экономике, какие-то дайджесты, какие-то новые постановления и так далее, и так далее. Александр, сейчас много сопутствующей литературы, как стать успешным. Очень много разных авторов, иностранных. Насколько можно доверять этой информации? Или же, вот я слышал мнение других, которые говорят, ребят, вы не смотрите, не читайте на эти книги, полагайтесь на собственное внутреннее чувство уверенности, чутье, и тогда успех придет. Вот твое мнение. Ну, знаете, я скептически отношусь ко всем этим. Там семинары, прокачай себя, и книжки, и прочее, и прочее. Если у тебя нет какой-то базы еще, опыта, практики, то очень сложно на книжке стать там успешным, и прочее, и прочее. В любом случае, я бы хотел, знаете, я все время всем говорю, особенно молодежи, когда вы берете эту книжку в руки и читаете, не надо забывать, что это просто такой же человек, как вы, который оформил свои мысли на бумагу. Он ничем от вас не отличается. Поэтому критическое мышление абсолютно необходимо. Сам задумывался свой опыт передать, отобразить его на бумаге, в книге? Нет, возможно, только на пенсию у меня есть короткие, какие-то заметки выходят. Иногда что-то, то, что меня волнует, как жителя города, я могу написать об этом. Но в плане книг еще нет, пока не думал. Расскажи про деятельность агентства инвестиционного развития Новосибирской области, которую ты возглавляешь. То есть основной функционал, и вообще, чтобы люди знали, да, наши телезрители, чем занимается эта организация. Наша задача, без разницы, новосибирских предпринимателей, российских или иностранных, освободить от излишней бюрократии в нашем регионе. То есть люди должны быть сконцентрированы только на реализации своего проекта. То есть мы подбираем им земельный участок, инфраструктуру, меры господдержки, партнеров, по рынкам сбыта что-то консультируем. То есть, в принципе, вплоть до поиска съемных квартир. То есть если люди, экспаты, например, сюда приезжают. У меня коллектив уже смеется, я уже говорил как-то это. То есть когда у меня сотрудники спрашивают, до какой степени должна у нас доходить поддержка предпринимателей, я говорю, ребят, вплоть до того, что вам звонят, кофе просят привезти, у вас вопрос должен быть один с молоком или без. То есть полная поддержка бизнеса, и я считаю, что у нас это получается. Насколько сейчас Новосибирск, центр Сибири, центр России актуален для инвесторов из других регионов, может быть, из-за рубежа? Мы понимаем, что это экономический узел, направление, можно сказать, во все стороны. Ну, чтобы вам было понятно, за последнюю неделю к нам в регион пришли новые инвестиции в размере 23 миллиардов рублей. И вот как раз в пятницу мне звонили из Оренбурга и говорят, расскажите, как вы привлекаете инвестиции, потому что мы смотрим, сейчас в России инвестиции идут только в Новосибирск, Татарстан и в Удмуртию. Поэтому у нас очень привлекательный регион, я считаю. Во-первых, мы очень крупный транспортный узел, через нас фактически все дороги проходят с востока, запад и север, юг и Средняя Азия. Потом у нас очень хороший задел по высококвалифицированным кадрам. Но Сибирская область обладает как минимум в два раза больше квалифицированными кадрами, чем любой другой регион Сибирско-федерального округа. Я знаю, что в составе агентства инвестиционного развития находится такая структура, как промышленно-магистический парк в Новосибирской области, то есть как основной инвестиционный кластер. Вот немножко тоже поподробнее об этой организации, об ее деятельности. Ну, промышленно-магистический парк – это наша стопроцентная дочка. Я могу с уверенностью заявить, что это лучший парк за Уралом. То есть если в Подмосковье я понимаю, что есть аналогичные структуры. Чем интересен этот парк для резидентов? Мы предоставляем не только землю, но уже к участкам подведены все коммуникации. Дороги, электричество, газ, канализация. Плюс с ПВП является сам сетевой организацией, то есть все разрешения на подключение мы выдаем тоже сами. В принципе, если заходит организация с готовым проектом, она может уже через месяц приступить к строительству. Это очень маленькие сроки даже для того мира, на который мы привыкли ориентироваться, там Европа, Америка и так далее. Думаю, даже там не всегда можно так быстро начать реализацию проекта, как у нас. Действие АИРа, агентства инвестиционного развития, оно еще напрямую связано с пополнением бюджета Новосибирской области из-за привлечения инвесторов. Да, конечно. Мы же не привлекаем инвесторов ради инвесторов. То есть, естественно, это новые рабочие места, соответственно, это конкуренция трудовых ресурсов, это повышение зарплат идет. Это налоги. Тем более, такие крупные проекты, как вот, например, я вам назвал, что с 2 недели у нас 23 миллиарда, они же за собой всегда тянут цепочку бизнесов меньше. Это создание десятков малых и средних предприятий. Поэтому, конечно, этот эффект для региона, я считаю, значительный. Только по одному ПЛП за 2019 год порядка миллиарда налогов. Это только по одной нашей площадке. А рабочих мест, если год взять? Я сейчас точные цифры не назову, но думаю, что порядка полутора-двух тысяч. И тем более у нас сейчас заходит и начинают запускаться именно самые крупные предприятия, поэтому эти цифры будут ежегодно увеличиваться. Расскажи еще тоже про свою деятельность, про комиссии, которыми ты руководишь в общественной палате. Работа у меня там похожа на мою основную. То есть это комиссия по экономике, предпринимательству и развитию сельских территорий. То есть, в принципе, задачи примерно такие же, как у Аира, поэтому это дополнительный еще рычаг для решения этих вопросов. То есть твоя мечта стать комбайнером, она как-то трансформировалась в несколько ином качестве. Ну, у нас сельские территории остались все-таки. Поэтому сейчас наша задача помогать всем комбайнерам. То есть сельские территории, это, наверное, еще такой есть термин агломерация, развитие агломерации. Это бизнес, который находится за Новосибирском, в другие слова. Да, ну это, конечно, и Новосибирские районы. У нас в Новосибирском районе очень много инвестпроектов. Ну и, конечно же, это отдаленные районы, потому что, ну я тут истины не открою, если скажу, что районы, конечно, живут чуть хуже, чем город и складывающая агломерация. Поэтому задача привлечь инвестиции в районы, чтобы там люди тоже могли экономически более уверенно себя чувствовать. Но последнее время, даже не последнее, а уже долгое время говорят, что из села идет значительный отток в Новосибирск. Вот сейчас как обстоят дела? Чем вообще занимаются предприниматели, которые заходят к нам в регион, либо которые находятся в нашем регионе непосредственно на селе? Где вот этот самый значимый экономический прирост идет? За счет чего? Хотел бы сразу сказать, что отток из села в город идет не только у нас, это проблема всего мира, это Европа и Америка, и я смотрел данные и по Австрии, и по Франции и так далее. Во-первых, просто, что, конечно, жизнь в городе чуть комфортнее, во-вторых, не будем забывать, что новые технологии и так далее высвобождаются рабочие силы на селе. То есть сейчас уже не надо держать столько сотрудников, чтобы обрабатывать, например, какой-то условный кусок земли. Да, есть техника, она высокопроизводительная и так далее. Новосибирск область входит в десятку крупнейших сельхозпроизводителей России, но значительную часть мы экспортируем в виде сырья. То есть это молоко, мясо, пшеница и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, с большей добавленной стоимостью экспортировать продукцию, то есть уже конечный продукт, колбасы, мука, сыр, творог и так далее. Это позволит более серьезно зарабатывать нашим районам. Но есть такой момент, когда приходит мощный бизнес, который скупает тоже молоко, тоже зерно. И частному предпринимателю в таких условиях несколько становится сложнее выживать, потому что либо это за более дешевую цену, можно так сказать, приходится продавать. Или все-таки есть поддержка АИРа не только крупным компаниям, но и малому, среднему бизнесу, грубо говоря, фермерам? Да, у нас в АИРе есть Центр компетенции и поддержки личных подсобных хозяйств фермеров. Проблема такая есть, действительно. Ну, во-первых, тут с одной стороны задача власти – это организовать такие меры господдержки, субсидии, чтобы малый бизнес выживал, несмотря на наличие крупных игроков на рынке. И в нашей области такие программы существуют. У нас фермеры получают гранты и поддержки. Ну, а вторая задача – это, конечно, придумать проекты, которые позволят на селе людям зарабатывать, несмотря на наличие больших игроков. У нас есть ряд проектов сейчас в работе. Это мы пытаемся воссоздать, скажем так, виды, изменив с учетом сегодняшней экономической ситуации потреб кооперацию. Помните, она в советское время отлично существовала и работала. И ряд других проектов – это небольшие рынки, оптово-распределительные центры в районах, которые позволят также хозяйством небольшим объединяться в кооперативы и под единым брендом доносить свою продукцию. Ситуация с коронавирусом, с пандемией, каким образом положительно или отрицательно сказалась на тех резидентах, которые, например, на ПЛП сейчас находятся? Вы знаете, на ПЛП отрицательно она практически не сказалась. Но тут надо отметить, что все-таки нам и нашим резидентам проще – это крупные компании. То есть у них заранее бюджеты все просчитаны, все запланировано. Конечно, пандемия больше сказалась на малом, среднем бизнесе. У нас же, наоборот, часть резидентов в этот период только увеличили объемы продаж и производств в связи с тем, что все-таки импорт упал. Александр, ты человек с огромным опытом. Ты был и в бизнесе сам, и ни один бизнес-проект вел. И теперь, как представитель власти, защищаешь бизнесменов, помогаешь, направляешь их. Твой какой-то совет людям, которые хотят сегодня заняться бизнесом. Что главное для человека, который хочет начать свою индивидуальную деятельность? Вы знаете, главное, как это не банально сейчас прозвучит, во-первых, знать свои права. Потому что действительно многие бизнесмены приходят, они даже не знают, какие меры господдержки им положены, какие субсидии им положены, чем государство им помогает. Второе, это, конечно же, сейчас уже сложнее заходить в бизнес, это нужно просчитывать все очень хорошо. Притом просчитывать не только финансово, а и саму орг структуру. Вот я всегда привожу пример своему коллективу, что нужно хорошо подводить, прежде чем чем-то заняться. Вы же видите, вот стоит, например, супермаркет-магазин, людей нет. Он простоял три месяца, он закрылся. Дальше проходит два месяца, там открывается такой же супермаркет, только с другой схемой работы, с другим перечнем продуктов и так далее. И там очередь, и он живет и процветает. Поэтому тут очень важно хорошо все проанализировать, подойти с умом, не спешить. Ну и, конечно же, не опускать руки при неудачах, потому что я все время говорю, если бы бизнес это было бы просто, то вся страна бы этим и занималась бы. Александр, так, чтобы подвести логическую черту под нашим разговором, все-таки твоя цель, твоя миссия на ближайшие несколько лет, что ты видишь в итоге, к чему ты идешь? Не зря у нас называется программа развития успеха. Наверняка все-таки поставлены какие-то цели. Я хочу сделать Новосибирск, приложить все свои усилия, которые у меня получаются на моей должности, сделать Новосибирск и Новосибирск область местами комфортными для проживания. Я не хочу уезжать в Москву либо куда еще, поэтому хочу, чтобы здесь было лучше, чем в Москве или в другом городе мира. Александр, спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Спасибо, что пригласили. И если будете начинать какие-то новые проекты, приходите, мы расскажем, чем государство, агентство и область может вас поддержать. Обязательно. Наверняка это будет в сфере телеиндустрии. Почему нет? Возможно. Уважаемые друзья, а сегодня у нас в гостях был генеральный директор агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. С вами была программа развития успеха и Николай Лугинский. И Николай Башкеев, ваши бессменные ведущие. Увидимся через неделю. Развивайтесь с нами. Пока. Субтитры подогнал «Симон»